Вот интересный был поставлен вопрос при формулировке вопросов к нашему сегодняшнему круглому столу. Состав консервативных сил России, состав реакционных сил. Мне интересно, конечно же, Александра Сергеевича, который бы нам разъяснил разницу, если бы вы готовили по консервативным силам, разъясните разницу между консервативными и реакционными силами. Да, я пытался найти для себя, и мне кажется, что я нашел, поэтому я сейчас расскажу, а вы уже сами старайтесь. А можно вопрос, что такое консервативные силы? Вот я и готовил по консервативным силам. И в принципе работа у меня довольно большая, постараюсь кранцы. Я начал с истории консервативных сил вообще и выяснил, что насчитывается у нас в основном три волны консервативных, консерватизма в России. И все три волны, они были... Ну, грубо говоря, давайте начнем с того, что такое вообще консерватизм. Консерватизм – это нежелание что-то менять. То есть человек, он сам инертен по своей сути, и если он уже устроился хорошо в каких-то условиях, он очень отрицательно реагирует на изменения этих условий. Он консервативен. Он не хочет менять то, что уже хорошо. Вот когда-нибудь плохо, тогда он начинает суетиться и что-то делает. А если будет так уже хорошо, зачем ему менять? Он консервативенчик, по сути. Разве нет? Ну, какой-то... Нет, ну тут вообще, так сказать, это абсолютно непонятно. Во-первых... Как люди разного темперамента начнутся? Да, сиротизм. Вообще само понятие консерватизма – это желание сохранить существующие положения. Ну, собственно, это вот понятно, как так сказать, в одной интернет-дискуссии, вот там это самое... Я там традициональдеец, ненавижу гомиков, а другой ему говорит, слушай, говорит, гомосятина, но традиция еще такая же уходящая в двух веков, как и это самое, а все остальное. Поэтому вообще консерватизм – это непонятно. Но человек может хотеть что-то менять, может не хотеть что-то менять. Зачем? Но жизнь идет. Вот это вообще попытка что-то консервировать, я думаю, это не настолько ничтожная попытка, что нам даже не надо на это тратить. Может быть, дальше... Ну да. Невозможно. Пробо говоря, три волны консерватизма, и все три волны, они были инициированы глобальными мировыми социальными гетоклизмами, часто с революцией. Первая волна русского консерватизма, она родилась после Великой Французской революции. И к этим первым консерваторам относились, кто у нас там был, Карамзин, Котков, Победоносцев. Их причисляет в первой волне. А что они консервировали? Вот. Что они консервировали? Они, видя результаты, что произошло в Великой Французской революции, они решили, что нужно сохранить, постараться сохранить вот этот строй, который установлен в России, то есть монархизм, то есть монархизм сохранить, не допустить попадания в Россию извне, из Западной Европы, которая уже бурлила во всей вот этой вот свободной мысли, и там капитализм нарождался новый. Они попытались это все дело законсервировать. Почему они консерваторы? Они попытались остановить проникновение новых идей в Россию и попытались предложить правительству существующего монарху, то есть свою идеологию вот эту вот консервативную. И ее сформулировал граф Уваров, это православие, самодержание, народность. Вот это был такой лозунг консерваторов российских в того времени первой волны. Ну что, они реакционеры все? Вот. Реакционеры к чему? Тогда же еще ничего в России не протяжуло. В французском? В французском? В французском? Они российские консерваторы. И что? Они хотели в России… В России, слушайте дальше, что я выкопал. Скажем так, до чего дошел. То есть они попытались сохранить статус-кво в России того времени и, в общем-то, вся политика монархов Александра III в то время, она базировалась на том, чтобы именно не допустить свобода мыслия и всяких новых вений в России. В итоге это привело к тому, что пружину сжимали, сжимали, не давали развития, не давали. В итоге сорвалась пружина, разжалась во что? В февральской революции, в октябрьской революции. Что у нас до февральской революции не было, так сказать, я уж не говорю о событиях 1905 года, первой русской революции. А что у нас не было выступлений, так сказать, до этого за свободу, за прогрессивные тенденции, против самодержавия. Нет, выступления были, они все равно проникали. Я говорю то, что официальная власть, сама монархия, она пыталась удержаться, она пыталась сохранить этот статус-кво. Просто вы говорите, что в России ничего не было, да? Они старались, чтобы не допустить свобода. Вообще-то для декабристов, наверное, забыли, да? Северная тайная общество. Декабристы, товарищи. И Герцена забыли, и всех остальных, это что же, в течение целого века развивалось. Герцена и декабристы, они же были оптицы власти, правильно? Так, товарищи, вот независимо от примера, да? Но вот независимо от этого, мы как люди, изучающие диалектику, мы прекрасно знаем, что движение есть неотъемлемая форма существования материи. Ничего нет неподвижного, не изменяющегося. Поэтому в научном смысле ни о каком консерватизме вообще говорить нельзя. Все консервы испортятся неминуемо. Не через 10 лет, так через 50, не через 50, так через 100. Чего это попытки что-то консервировать, это самые глупые попытки на свете. Есть развитие, прогресс. И есть реакция, эгресс. Вот эти две сиры, они борются. И вот консерваторы, это слово такое, но это вообще говоря, консерваторов как таковых не существует. Ничего законсервировать нельзя. Есть люди, которые выступают, лежат бревном на пути прогрессивной тенденции. Они занимаются протестными действиями. Вот почему мы вот так не любим у нас партии, вот этих всех протестующих, протестные действия. Потому что вообще говоря, протестовать против поступательного движения вперед, это удел реакционеров. Вот. Идет движение вперед, неумолимое причем. Иногда быстрее, иногда медленнее. И его пытаются тут, и у него бревнами на пути там лежат какие-то реакционеры, пытаются там с прокатиками протеста, что-то там протестовать. А про каких протест, протестующих вы говорите? А вот, пожалуйста, то, что от победоносцев протестовал против французской революции. Он по-настоящему не ходил. Ну, по-всякому можно протестовать. Вот, 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 вот. Ну, это и есть протестные действия. Это были бы те, которые пытались бы с монархизма обратно куда-нибудь там еще были ранее? Рабоволгенческие? Вот это реакция. Те, кто лежат на пути прогресса, это реакция, они это все. Они лежат на пути прогресса. Не мешают поступательному движению прогресса. Это и есть реакция. Реакции такое не бывает особо, чтобы она куда-то там далеко назад погнала. Вот, например, нас погнали назад в капитализм, но феодализм нас уже не загонит. Нас уже загнали на 100 лет назад? О-о-о, не совсем правильно. Ну, это так, не совсем так. Если вычеркнуть технологическую разницу в технологиях, то социально мы на 100 лет назад попали. У нас опять поймутся монарх, у нас опять... Какой монарх? Какой монарх это у нас появится? Не, не надо. Монарх, это монарх, если так сказать, даже вот если завтра возьмут лорд и в нем подправят текст конституции, там, да, найти и заменить. Вместо президентов ставят царь. И будет у нас товарищ царь верховный главнокомандующий. И все равно, так сказать, это будет монархия такая же, как в Испании, в Галландии, в Норвегии, где там еще в Швеции. Это буржуазная республика, где вот есть какой-то там якобы монарх. Для того, чтобы была полноценная монархия, надо что бы крас феодаров, помещиков, что бы крас припасной крестьян. Припасной крестьян. Вот с занятием вакансий феодаров, помещиков и царя, я думаю, проблем не будет. А вот с вакансиями крестьян, тут я боюсь, много найдется жирающих. А вот это будет полноценная монархия. Население сейчас не на положении крестьян фактически. Нет, нет, на положении рабочих. Почитайте капитал, и вы увидите, что то, как мы живем, это очень хорошо, по сравнению с тем, как жили рабочие, зачастую в Англии. Вот, так что это... И кстати, вот с перехода... То есть вы ставите знак равенства между консерваторами... Да это вообще не с тобой используют термин консерватор. Это хранители консервов, кто-нибудь такие вообще? Работники консерватории... Они охраняют устои, скрепывают... Для того, наверное, вопросом поставили, что мы разобрались и отнесли реакционным силам в России, вот и все. Да, так я дальше в работе, я описал, что вот вторая волна, которая пошла после уже Великой Теорусской революции, вот это консервативные круги, они уже работали вместе с реакционами. Это моя вина, в том числе, как преподавателя, и этот вопрос прошли. Этот вопрос, конечно, поставлен ненаучно. Есть тенденция прогрессивная, есть тенденция регрессивная реакционная, и третьей тенденции не бывать. И в конце я пишу, что по определению остановка невозможна, консервация невозможна. Конечно. Потому что жизнь — это движение, движение вперед. Вот это мы с вами полностью солидарные. Ну, то есть выводы у нас совпали, а внутри, как у людей, изучавших диалектику, нас не могли не совпасть. Нет, просто я перелопать из различного литератур и просто сейчас оставлю. А состав. Да. А состав вот сегодня, например, чисто консервативным силам сегодня отношу РПЦ. Это чистые консерваторы. А что они консервировали? Они законсервировали вот эту свою, как это сказать, систему влияния и систему управления населением, грубо говоря? Значит, у церкви никогда не было никакой своей системы управления населением. Церковь всегда была служанкой правящего раса. Это была при Иване Васильевиче Грозном, когда была одна церковь на Руси. Это было в период Российской империи, когда была другая церковь на Руси. Это было при Сталине, когда была другая, еще третья церковь на Руси. Это сейчас, когда четвертая церковь на Руси. Церковь всегда выражала интересы правящего краса. И это за Сталина молились, и Ленина там это отпевали. И сейчас, поэтому в этой церкви к самостоятельной силе нельзя. Церковь обеспечивают лидературным образом в эпоху феодализма. Потому что капиталисты, и тем более коммунисты, они вообще говорят, парни могут обойтись и без церкви. А в эпоху феодализма это была главная идеологическая сила правящего краса. В эпоху феодализма РПЦ и религия была главной силой, которая контролировала морально-этическую сферу идеологии. И сейчас все приходит к тому же самому. То есть опять же, получается возврат к прежним временам. Когда опять же на церковь возлагается та же самая роль сейчас. Пытаются вы запрашиваете. Пытаются возложить в церковь очень рада. Ну это тенденция, это консервация, это реакционная? Или это консервация? Она, естественно, реакционная, потому что… По отношению к капитализму она реакционная, потому что капитализм пришел, извините, по флагу. Секуляризация, да? Они не просто работают… Скажем так, они работают в обществе. Сейчас силы реакции и силы консерваторов объединены. В одном движении именно в реакционной, конечно, естественно. Да нет никаких отдельных консерваторов. Есть сиро-прогрессивные, сиро-реакционные. А каких третьих-то нету? Что с консерваторами? Нет, капиталистические же силы тоже… Что? Прогрессивные в их смысле. И в церкви, в глобализме. А церковь, например, она против глобализма. Она против глобализма. Она как раз за, как это, за славянофийство, евразийство. А в каких-то случаях мог бы это употребить глобализм. А что такое глобализм? Это слово. Глобализм – это истирание всех, как это сказать, разницы между всеми народами, нациями, странами, государствами. Единое всепланетное государство. А вы читали работу Геймина о реакционности воздуха Соединенных Штатов Европы? Да это не дошло. Она есть. И вот само ее название… Нет, просто о воздухе Соединенных Штатов. Ну а работа об этом. Так что, поэтому название такое. А по содержанию о реакционности воздуха Соединенных Штатов Европы. Это работа. Вот. И она показывает, что, в общем-то, не всегда вот это вот смешение, оно идет на пользу рабочему красу и на пользу прогрессу. Ну и сейчас, например, вот объединение в рамках таможенного союза, да, у нас вот в границах СССР бывшего, оно прогрессивное. А вот если втянуть нас, скажем, в ЕС куда-нибудь, или то, что мы в ВТО вступили, это прогрессивно не назовешь. Поэтому это… Почему? Отчет нам хорошего. Это для… Это уничтожение… А я те, кто нас… Это уничтожение… Это уничтожение России. А Россия – это вот единственный, пока что, это, как сказать, главный заповедник коммунизма. Потому что ни в одной другой стране мира коммунистическая тенденция в такой степени не присутствует, как в России. Если я не прав, поправьте. Он тут законсервировал. Но у нас… Он не законсервирован, он снят. У нас есть страны, которые находятся в переходном периоде, да, и есть страны, в которых есть еще все-таки коммунизм. В первой фазе, поэтому… С точки зрения осмысления, у нас сейчас более высокий уровень, чем в Китайской Народной Республике. От китайских марсистов, вот хоть у Пронина на канале, хоть еще где-то, я, так сказать, не слышал адекватные оценки поражения Китая нынешнего. А я уж не говорю, так сказать, о государственных марсистах, которые вообще ропотали чего-то еще хуже, чем у нас при Горбачеве. То есть в Китае, я вот еще раз повторяю это в голове, у меня вот такое впечатление сражилось очень сильное, что товарищи там наелись буржуазной эпохой, которая у нас была 10 месяцев, и мы в России ей не наелись, скажем прямо. А там буржуазная эпоха была с 1611 по 1649 год. Это был период территориального распада Китая, ожесточайших гражданских войн, японской интервенции и там немысленных совершенно бедствий. И поэтому китайские товарищи, которые уже, в общем-то, не в парне товарищи, и в парне не просьбы стать капиталистами, вот они для себя эту красную линию прочертили, за которую отступать нельзя. Они вот в этом переходном периоде, как вот мы были до 1991 года, их это устраивает, там имущественное расстроение очень значительное, и они его убирать не собираются, и без красного общества и диктатуры пролетариата они это потом, 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 потом. А вот, так сказать, вот за 1991 год, вот особенно научным нашим опытом, они вот это, здесь у них красная линия. Так что это вот у них такое вот. А что касается Северной Кореи? Ну, они не торопятся все-таки, цивилизация древняя. Ну, это да. Вы помните эту известную историю, когда Мауз Дуна спросили, как он оценивает великую французскую революцию? На что он ответил, пока еще рано подводить эту историю. Может быть. Поэтому я думаю, что в этом периоде они могут быть очень долго, и, в общем-то, они достаточно себя комфортно будут чувствовать. Ну, вот. И они, кстати, еще не продвинуты, они уже фактически взяли под свой контроль все мировые производства? Ну, может быть, и нет. Здесь надо понимать то, что, как Макс сформулировал в капитале, что капитал всегда возвращается туда, откуда он вышел. И если промышленность китайская, так сказать, поднялась на американские деньги, то капитал возвращается куда всегда. Это капитал не китайский. Да, китайцы, они свой капитал тоже, так сказать, пытаются сколотить, будем говорить так, и борьба идет фактически сейчас между двумя такими вот сверхдержавами, ну, в экономическом плане. Это в Соединенные Штаты Америки и в Китае. Капитал? Деньги просто. Понятно, в Китае, ну да, деньги, вложенные в помешенности. Деньги в сверху вложенные в компьютере? Нет, деньги, капитал-то самовозрастающая стоимость. Капитал-то самовозрастающая стоимость. Ну, вот так вот, куда, еще раз скажу, что капитал возвращается, ведь формула, какая капиталистического производства? Деньги, товар, деньги. И цель капиталистического производства – это деньги штрих. Значит, соответственно, где бы ни находились заводы, фабрики, пароходы и так далее. Но движение капитала, круглоборот, и прибавочная стоимость не дает туда, откуда он вышел. Я в корне с вами соглашусь, что неважно, где бы они находились. А это называется вывоз капитала. Макросс рассказывал об эпохе капитализма. А если после того, что у нас после революции на территории России осталось, у нас 70% горнодобывающей промышленности было, между прочим, иностранного. Оборудование на шахтах было иностранного. И при иностранном капитале это было, это была собственность иностранного капитала. И коросальная собственность в тех же заводах, даже петербургских, вот оборудование монтировали на северной реверке, и это был франко-русский завод, но фактически он был французский завод, там русского капитала почти не было. И парном было предприятий промышленных по России, то, что они территориально стояли здесь, ими обладили, и они, так сказать, создали притечу, так что поэтому где стоит неважно, я здесь это хотел бы оспорить. И потом в Китае мощная собственно государственная госсектор. Это коросальная сеть железных дорог, в том числе высокоскоростных, это космическая промышленность, они, кстати, свою аэробус сделали, это военно-промышленный комплекс, это вообще, в Китае довольно много чего производится иностранное. Электронное, кстати, да, они производят собственные суперкомпьютеры. Вот сейчас я не скажу, последний топ-500, но они регулярно были самые мощные в мире суперкомпьютеры, именно китайские. Причем именно на китайских процессорах, на китайской элементной базе. Это не пустяк. То есть это вообще, говоря, в Китае, конечно, государственный сектор, скажем так, как Ленин сказал, коммунистический украд в экономике, он, конечно, развивается тоже сильно. Там и частный украд развивается, и государственный. Как-то между ними соотношение, умственное соотношение, не хреновое. Торговых ученых-марксистов в Китае, по-моему, нет. Если я не прав, пусть приедет кто-нибудь хоть один из полутора миллиардов, и меня поправит. Но придется владеть китайским языком, чтобы понять состояние китайского марксистского украдения. Жемчужина, кунг-фу какая. Они живут у нас по другому мере. Да, вот. Так что поэтому, ну вот, тем не менее. А что касается Северной Кореи, ну там тоже. Там, по-моему, товарищи, они тоже, как люди, так сказать, пережившие войну против ООН. Между прочим, 17 государств там непосредственно воевали, а вообще воевали с ними, воевали с ними организации объединенных наций. Вот. И люди, так сказать, с практическим скрадом ума, и там многие вещи делают правильно. Но я вот подозреваю, что, понимаешь, как у нас при Сталине, тоже многие вещи интуитивно делались правильно. А Сталин написал в своей работе «Экономические проблемы, экономика, социализма», что главный там закон в сфере производства товаров народного производства – закон стоимости. Ну, и тут хоть стой, хоть пары. Я думаю, что как бы там северокорейские товарищи тоже здесь не очень твердо стояли бы. И вот я вот так, пока мы тут сидели, а потом, и вот Денис Борисович говорил, вот буржуазия, а вот что вот буржуазная-то, вот, собственно, как вот выглядит она, буржуазная именно идеология? Вот это вот, пожалуй, товарность. То есть тот, кто выступает за товарность, кто говорит о том, что вот товарность, дескать, сохранится и при социализме, как в первой фазе коммунизма, что закон стоимости будет регулировать, что это какой-то объективный закон совершенно, от которого никуда не уйти, вот это вот и есть проводник буржуазной идеологии. Вот так вот можно сказать. И вот я хочу сказать, что все-таки среди меркобуржуазной публики, вот проводников такой идеологии, может быть, даже и больше, чем среди вот реальных капиталистов, достаточно крупных, которые понимают, что должно быть бронирование, и что вообще, говоря, брановая экономика, они, может, это официально не говорят, но они вот как крупные капиталисты, именно организовавшие свое производство на брановых основах, они понимают, что брон, конечно, он прогрессивнее товара, про товарность и прогрессивнее товарной экономики. Вот. По составу мы определились. Ну, по составу, в общем-то, да. Кто-то хочет еще добавить, по составу реакционные силы. Вот реакционные силы, кто вот еще реакционные силы? Дело в том, что технологии всякие, политические, они продвигаются в жизни. И, скажем, вот, начало, даже начало, вот, ко времени Великой Октябрьской социалистической эволюции, буржуазия обладела таким оружием, как троцкизм. Что такое троцкизм? Это антикоммунистическая тенденция внутри коммунистического движения, выступающая с яро коммунистических позиций. И это самое оборвившееся там всячески, вроде бы с таких ультралевых, но, как говорил товарищ Сталин, пойдешь налево, придешь направо в таких случаях. Сам Троцкий никогда радикальных розумков не придерживался. Будучи председателем Петербургского совета 1945 года, он не поддерживал требования рабочих организаций низовых о ведении восьмичасового рабочего дня. И в дальнейшем, в ходе его вот политических баталий, он выступал, скорее он не так себя туда-сюда, но зачастую выступал, как некий центрист такой. И, в общем-то, троцкисты сами по себе, а в дальнейшем Троцкий, как фигура наиболее крупная политическая собра против себя всех противников, можно сказать так, рабочего класса среди партийно-государственной верхушки СССР, туда и правые попали вместе с Бухарином, по нему союзники, и трои, и зиновьевцы, каменевцы. И все он это собрал. И, конечно, вот троцкисты, они объединяют тех коммунистов, якобы с мягкобуржуазной идеологией, которые, ну, вроде как, они вот коммунизму примкнули, потому что им хочется выражать наиболее прогрессивную общественную тенденцию. Но, с другой стороны, розыгры о верховенстве рабочего класса, о подчинении своей деятельности интересам рабочего класса не на словах, а на деле, они против этого не то, чтобы борются впрямую, но они вот этому противостоят, как только могут. Вот я призываю посмотреть, есть ролик у нас, как Попов, он на Ютьюбе вроде есть, в канале, как выступер в 2010 году на съезде рабочих в Москве, там один троцкист, видный Биэйс, против программной задачи коллективных действий. Как он там прямо истерично выступал, товарищ, эту программу принимать ни в коем случае нельзя. Ну, правда, вышел потом Михаил Васильевич, его так раскатал, но бейтся, как боец бился до последнего. То есть он там со страшной силой бодался. И это самое. И съезд все-таки прогрессовал против его позиции за программу задачи коллективных действий. Ну, вот как вот он там бодался, что такое зарплате для рабочих, не может быть и речи, я не профессор, но я учился в советской школе, и я скажу, что это чушь несусветная. Очень они были озабочены, чтобы эта программа, она не прошла. Хотя в программе Рабочей партии России, там сказано, при любви к одной из граф, по-моему, третий, что бороться за коренное улучшение поражения рабочего краса надо начинать уже сейчас, не дожидаясь революции. И многие пункты из программы задачи коллективных действий профсоюзной, они присутствуют в программе Рабочей партии России. Поэтому это вот... Но краса не целиком прошла. Я не уверен, что целиком. Она там, то, что она правилась, это точно. Много ли было из нее убрано, я за давностью лет не помню. Хотя в этом участвовал. Целиком я бы все-таки не стал так говорить. По-моему, не по-моему, а не целиком, это точно. То есть она, так сказать, воспользовавшись случаем, что в лишний раз программу саму нет, а не редактировать, она там подверглась существенному редакциям и сокращениям. Но может быть вот скорее так, что потом на съезд мы уже предлагали это вот, так сказать, сокращенные, отредактированные варианты. Может быть потом уже после этого он уже стал новой редакцией программы задачи коллективных действий. Может быть и такое. Поэтому, ну это вот надо будет посмотреть. Вот, она туда вошла. И здесь вот я не... В самом случае, в задачи коллективных действий нет ничего, что противовещало интересное. Нет. Ну, некоторые вещи там, может быть, они дублировали в ослабленном виде некоторые поражения программы рабочей партии России, может еще по каким-то причинам. Вот. Это же программа задачи коллективных действий. Это вообще говоря, она родилась из программы российской партии труда, где председателем идеологической комиссии должен был бы быть Михаил Васильевич Попов, если бы эта партия состоялась. Поэтому, конечно, там ничего антимарсистского быть не могло. Вот. И вот, так сказать, это мы возвращаемся к составу реакционных сил, да? Вот пойдешь налево, пойдешь направо. И вот телодвижение некоторых левых, которые поддерживают всякого рода богатные тенденции, скажем так, их иначе как реакционными не назовешь. Так же, как и позицию некоторых левых, что вот наша главная проблема заключается в том, что рабочие, дескать, слишком хорошо живут. Вот надо бы, чтобы рабочим старт бы похуже, вот тогда они стали бы такими революционными и пошли бы, привели бы нас в расти. Это позиция буржуазная. Такую позицию обычно исповедуют буржуазные партии. Вот в Америке, пока там страны в расти, эти кто-то асры, да, противостоят им, они, значит, думают, вот хорошо бы народ сейчас старт похуже, 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 народ бы возбудился на следующих выборах за нас, по мирославах. С интересами рабочего класса и с интересами партии рабочего класса такая позиция ничего общего не имеет. Партия рабочего класса, ее задача не прийти к власти нам на выборах там или как-то, чтобы бедные рабочие за нас прогрессовали, а наша задача организовать рабочий класс, чтобы он взял власть в государство. Экономически срабые, огородные люди к этому не готовы. Вот посмотрите, вот даже как сейчас вот дальнобойщики те же протестуют. Дальнобойщики далеко не самые бедные. Там и 100 тысяч, и 150, и 200 тысяч, именно идущие на зарплату. Вообще-то я имею в виду, так сказать, дальнобойщиков единоличников. То есть не таких, которые дальнобойщики кураки, которые там держат, не таких, которые дальнобойщики батраки, которые чисто по найму работают, а вот этот человек там правдами-неправдами как-то там фу, подверженную квартиру там от бабушки продал, еще как-то купил, вот он на ней лично рулит. Там доходы довольно-таки приличные на себя тратимые. Я уж не говорю, что там на машину что-то остается. И как вот они вообще говорят, они, конечно, дерутся. И это мало где показывают, но вот по тем роликам, которые выкрадываются в интернете, видно, что их много, и что они достаточно решительно настроены. Они же яхты вилл не покупают. Ну, причем яхты вилл не покупают. А никто и не ставит. Это какой слой, Владимир Михайлович? Это слой вилл приборожайся. Я не знаю. Вот. И рабочие, так сказать, когда они будут более богатые и будут располагать большим временем, это у них не реакционные будут воззрения, а у них будет, во-первых, у них распрямятся спины, а во-вторых, они будут более склонны к восприятию именно марксистских идей. Именно бедность, именно насчета, она придавливает вот в это вот нулевое состояние. И, кстати, вот пока у нас были сильные рабочие профсоюзы, докеры, это были очень высокоопрачиваемые рабочие в 90-х годах. В 90-х годах 1000 долларов зарплаты, это была очень большая зарплата, если кто помнит противоимена. Это исчезло там 60 тысяч таксиат, а тогда это было очень много. Авиадиспетчеры, это пожары чуть не единственные профсоюзы, ну вот профсоюз летчиков еще может быть, который вышел на уровень стоимости рабочей силы, там 200 и более тысяч у них бывает, но бывает и меньше, конечно. Это элита. А? Это элита. А вот эта элита, она и наиболее прогрессивна. На чьи деньги выходят? И все заменить неким. Некем. Всех заменить неким. Это все так говорят. Как раз у авиадиспетчеров, между прочим, в начале нулевых годов, когда гранили авиадиспетчеров, у них зарплаты были крохотные, тогда все вопрос так, что контроль за российским небом передадут американским фирмам. Если бы не борьба авиадиспетчеров, ничего, это бы так и случилось бы. Они бы сошли на нет и ушли бы в небытие. А у авиадиспетчеров заменить, это простите меня. Просто американские диспетчера больше запросили. Нет, они не больше запросили. Дело тут не в том, что за кого можно заменить, кого нельзя, а дело в организованности. Конечно. Это зависит от выступления, отстаивания коллективных интересов. Да вот я вот и вижу, что вот в оборонке, между прочим, которая сейчас вроде бы самая незаменимая, вот зайдите вот в какое предприятие по вашему успешной обороны и посмотрите, какие там вакансии. В Туле КБП 25 тысяч. В Нижнем Тагире у КБТМ на 25 тысячах 30 и 30 считаются уже приличные. И у нас в Питере это нищета. То есть вот как раз квалифицированнейшие специалисты, без которых вроде как не обойтись, 25 тысяч. Это самое. И он, так сказать, он теперь говорит, а его действительно в любой момент вот так щетка все, потому что отчет там какую-нибудь бумагу любой напишет. Ну не любое, но практически любой. А другое сейчас и не очень-то и как бы требуется. Так что это все необходимые специалисты. Я насмотрелся на этих необходимых и могу сказать, что всяк заменим и всяк необходим, когда он боится и себя ставит. Организованно. Хорошо, ну а вот после революции во время коллективизации самые мощные силы были именно беднейшие слои крестьяна, а никак не середняки их блоки. Как это? Самые мощные силы были, конечно же, кулаки. Кулаки были самые мощные силы. Нет, в борьбе против новой власти за колхозы затерживали. Это за колхозы, если бедняков не поддерживали рабочее государство, пролетарство, кулаки бы их сожрали бы. Так же, как они жрали бедняков до революции. В деревне после 1917 года пришел капитализм. И если бы не давление вот этого пролетарского государства сверху, кулаки пожрали бы бедняков. Да, но я имею в виду, что... Можно на этот счет? Да, да. Просто у нас была община, община в Руси всегда. И вот эти вот всегда была община, если что с Толойтами, пытался разрушить свои вывели. Разрушал, но это ему и не удалось. Помню, или нет, но... Не удалось, и реформы Столойтпина, они должны были длиться лет сто-то, сто-то пятьдесят, тогда бы они принесли тот результат, как на Западе. То есть там воспитали частный собственник, для которого частная собственность – это все. А у нас вот именно община была. Они друг за другом держались. И друг другу помогали всегда. И это очень важный момент. Но была, опять же, с одной стороны держались, но с другой стороны не было именно прогресса, никакого развития. Потому что 80% того же крестьянства, они жили сами по себе отторванные от экономики России. И вот эти вот... Я в связи с вами вас перебить, все-таки. Вы вот сейчас излагаете в честном виде народническую точку зрения, которая очень, так сказать, хорошо, я бы сказал, даже блестящее, Владимир Владимирович Ленин разобрался в своих работах. Я уже не говорю о фундаментальном труде, о развитии капитализма в России, которая посвящена целиком в этом вопросу. И Владимир Владимирович убедительно своим образом доказал, что расслоение общины идет без всяких, так сказать, внешних каких-то усилий. Да, не Столыпин, не кто-то другой разрушает, не кто-то насаждает капитализм вне, а появление товарных отношений разрушает эту общину, разлагает ее изнутри. Идет расслоение. Это процесс объективный появления беднейших, так сказать, слоев, да, беднейших слоев крестьянства, которые вынуждены продавать свою рабочую силу просто потому, что имеющиеся у них средства производства не в состоянии прокормить их самих и их семьи. И с противоположной стороны находятся богатые, так сказать, более успешные крестьяне, которые имеют, ну успешный, так будем говорить, неправильный термин, да, которые имеют, имеют... Нет, 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 именно крестьяне, именно крестьяне, нет. У Акия это никакие не помещики, ну вы что говорите. У Акия это никакие не помещики. А вот, ну и у Акия, совершенно верно. Вот познакомьтесь, это первый-второй том фактически Киминала Почта. Да, вот первый том, между прочим, и в четвертом. Как раз и вот убедительно, просто даже на таблицах показал, как это происходит по годам буквально, да, так сказать, как бедные становятся беднее, богатые и богаче, как переходят из, так сказать, середняков в батраки, и как происходит вот это вот разложение общины. Никакой общины уже не было, по сути дела. Община – это характерно для феодального строя. Есть община, да, есть, так сказать, есть помещики, есть община крестьянская. Как только появляется, зарождается капитализм, появляется товарное производство, община начинает разлагаться. Вот как раз отстаивание общины, отстаивание вот этого вот общинного, так сказать, Владимир Ильич и называл реакционной тенденцией. Правильно. Она была реакционной, потому что она не могла себя толком прокормить. Это было маленькое хозяйство. В отношении, значит, для феодализма характерно натуральное хозяйство, где все производится, ну, большая часть производится и потребляется внутри своего хозяйства. И своего помещика еще. Ну, помещика, ну, естественно, помещику, да, помещику уже там, возможно, обмен. Вот. И при появлении товарного производства, да, тем более при капитализме, связи разрастаются колоссально. Никакой изолированности нет. Зерно выращивается, так сказать, в земледельческих районах и переправляется в промышленно развитые районы. Откуда идет обратно. Это как раз у нас и было. И Ленин убедительно это доказал, что развитие... Значит, первое, первое... Это не так. Ваши слова не соответствуют действительности. Представляете, вот первое вот сочинение Ленина и четвертое издание, собрание сочинений, коричневое, и пятое издание синего. Первый том, самая первая работа, я сейчас сидя вспоминал, к сожалению, в старой стороне смог вспомнить. Там длинное название, и вот как раз вот этому вопросу посвящено... К вопросу о рынках, например. Нет, нет, вопрос о рынках это не другая работа. Тоже в этом... Да, но вот самое... У нее там довольно длинное название такое, христианских... Я что-то не помню. Там Ленин, вот это первый его опыт, это вообще написано в стиле работы развития капитализма в России. То есть там взяты некие статистические выжимки, да, и они, так сказать, из выжимок еще выжимки, и там все, так сказать, облагоручно, и вот показано, как происходит расстроение христианства и как насаждается капитализм в деревне. То есть это вот я рекомендую почитать. Вот это самая первая ленинская работа, относительно большая. Вот он с этого начал. Хотя народники, между прочим, были соратниками его брата Александра. Это тоже у него была определенная здесь моральная брата своего. Он очень, ну, боготворил, не боготворил, но очень к нему относился, к его памяти очень хорошо. А здесь он выступил против соратников. Вот. У нас, к сожалению, времени практически не остается все ответы разобрать. И, в общем-то, все они более-менее хороши. Реакционно. Да, реакционно мы разобрались. А вот вопрос лекторам задает товарищ Клинтухов. И надо сказать, что вот я их всех прочитал, они, в общем-то, все заслуживают поражительные оценки, их авторы. Единственное, что не все авторство удалось установить. А вот товарищ задает вопрос лекторам. Цель рабочей коммунистической партии, самих рабочих, как можно быстрее, с минимальными потерями и потрясениями, перейти от капиталистического пути развития общества к коммунистическому? И вот здесь надо сказать, что здесь вот, конечно, на основе развития производства. На основе развития капиталистического производства. И это развитие мы должны всеми силами поддерживать, так же, как поддерживает Ленин, развитие капитализма в начале века в России. То, что сейчас рабочие находятся в нищете, они от этого не революционны, они от этого реакционны, затюханы и необразованы. И они, так сказать, боятся бороться, потому что их увольняют, на них там рыкнет начальник, и этого с них хватает, причем даже молодые, здоровые ребята зачастую. Так что поэтому вот здесь, разве здесь вот нельзя не отметить, вот еще вот реакционная тенденция, вот троцкизм, это вот не случайное явление, о котором я говорил, он силен в коммунистическом движении. И вот, как троцкизмская тенденция, вот если кто смотрит наше выступление на Университете рабочих корреспондентов, там вот некоторые товарищи, называющие себя левыми, коммунистами, они вот твердо и последовательно выступают против политики рабочей партии России на поддержку развития отечественного производства. Вы называют это оппортунизмом, там, поддержкой Путина, как будто Путин без нас падает, и там еще чего-то там, черти как. Но вот надо понимать, что есть общая тенденция развития. Чем вот тот путь, который мы пройдем сейчас при капитализме, в деле развития производства, этот путь нам все равно потом придется проходить после победы диктатуры пролетариата. И это, так сказать, и чем больше мы подготовим сейчас, я же не говорю о том, что в том состоянии, в каком рабочий крас сейчас, он врать взять пока не в состоянии. И я думаю, никто не будет с этим спорить. Для того, чтобы рабочий крас в состоянии организоваться, надо, чтобы он был достаточно многочисленным количеством, надо, чтобы он был крепок, идейно, а для того, чтобы он был крепок, идейно, надо, чтобы он не боялся участвовать в борьбе, ибо просто ходя на лекции, невозможно научиться чему-либо. Как говорил Гегель, абсолютная истина – это единство теории и практики. Если ты только на лекции ходишь, а в борьбе непосредственно не участвуешь, то абсолютной истины не обладеешь никогда. Но чтобы это было, надо, чтобы производство развивалось, чтобы в рабочих была потребность, и чтобы в том числе и хозяева стимулировали рабочих повышать свой уровень. Ну, конечно, не в Красном университете, но и тем не менее. Вот многие авторы отмечают, что дегеволюционные рабочие, они с удовольствием занимались чем угодно – русским языком, гимнастикой, там, историей. И вот на этой почве всеобщей тяги рабочего раса к познанию, на ней вот большевики впрыскивали то, что им было надо – жадно тянущимся к учению людям. То, что сейчас имеет место определенная деградация общества, это не случайно. Они прекрасно понимают, что вот среди менеджеров по продажам массового какого-то не будет. И поэтому гновят образование и не поощряют, скажем так, развитие рабочих. Поощряли бы развитие, давно бы уже все экономические предпосылки есть, чтобы перейти на шестичасовой рабочий день, чтобы люди могли высыпаться и учиться в свободное время. Этого нет, этому буржуазия жестко сопротивляется. Это тенденция реакционная, тенденция вот чем хуже, тем лучше, что пусть разрушается производство, рабочий крас от этого будет революционнее только. Это тенденция архи-реакционная. И то, что она проводится под видом якобы коммунистов, и от лица якобы коммунистов, она от этого становится, она выобретает определенную опасность. Вот это вот надо совершенно четко понимать, что рабочее движение может зайти только лишь там, где развивается производство. Это вот к вопросу о составе реакционных сил. Прости, да? Скажите, пожалуйста, каким образом мы с вами можем помочь, как люди произвели? Ну вот Попов с Гавшиным помогли. В частности, во-первых, мы можем помочь тем, что мы боремся за интересы рабочего класса. Мы помогаем профсоюзникам в выдвижении требований. Мы помогаем. Борьба за интересы рабочего класса, за зарплату, за сокращенный рабочий день – это вообще самая лучшая борьба, самая эффективная борьба за сохранение и развитие отечественного производства. Это первое. Ну а второе, можно и с другой стороны заходить с тылу, так сказать, как вот Попов с Гавшиным. Они написали известную записку Путину, которая вообще, говоря, она довольно много обсуждалась в разных местах. И чем цена эта записка? Тем, что там это тоже труд определенный, надо потратить на то, чтобы сформулировать вообще чего. А чего мы хотим? Там сформулировано то, что нужно для развития России. Кто это будет упрощать? Путин, кто-то после Путина, кто-то вместо Путина. Это не вопрос. А вопрос в том, что там сформулировано то, что нужно. Это тоже интеллектуальная форма помощи. Но и организационная. Вот то, что мы как можем в силу своих слабых сил и способностей пытаемся как-то установить связи с рабочим движением и научить рабочих, как надо бороться за свои интересы, даже экономические. Это вот вкрат в развитие России. Я вот, например, в своем предприятии, где я работаю, там нам, ну не нам, а по начальникам подразделений, разосрали призыв с просьбой приносить придражение в изменение внутреннего трудового распорядка. Это такой документ, приложение к договору. Вот. Ну, люди добрые постарались, чтобы, значит, и сказали мне, что вот этот документ напиши. Вот. Ну, я там написал шестичасовой рабочий день. Ну, не я один, конечно, там коллеги помогли. Мы там достали таблицу, какая смена там с каки начинает. Все это привели в соответствие. И вот кодили предложение, и сейчас вот ждем, чего будет. Начальство удивлено, скажем так. Ну, вот это тоже народ вообще, говоря, это поддерживает. Потому что розунг сокращения рабочего дня, ему сложнее противостоять, чем розунгу, скажем, повышения заработной платы. Скажешь там заработную плату на уровень стоимости рабочей силы 200 тысяч? Ну, ну, что, с ума сошли у нас, таких никогда не было и нет. Это самое. Ну, нет денег, вы не можете договоров найти, ну, только сокращайте рабочий день. Ну, с какой зарплату, какую сейчас получаем? Что, за нее 8 часов работать? Ну, что, с ума сошли? А? Нет, мы продолбуем-то без сокращения зарплаты. Нет, без сокращения зарплаты. Солны по часовой, как заработать. Нет. Ну, я бы хотел дополнить, Иван Михайлович, конечно, вот вторая часть, она самая главная. Потому что развитие промышленности, развитие предприятия – это дело капиталистов. Потому что они находятся на той стороне. Что такое, по сути дела, эти производства, заводы, фабрики? Это капитал веществленный. Это основной капитал. Есть переменный капитал рабочий, которых нанимают, соответственно. Поэтому эти письма, обращения, так сказать, и так далее, это надо рассматривать не как попытки как-то воздействовать на капиталистов. Это вообще характерно для социалистов-утопистов. Призывать к правящему классу, сделать что-то для улучшения положения. Ну, и оставим это, так сказать, вот этим людям. Да, у нас есть социалисты-утописты в стране, которые постоянно этим занимаются. А вот то, что написали Михаил Васильевич с товарищем Гавшиной, с Борисом Николаевичем, надо рассматривать примерно так же, как работу грозящей катастрофы, и как с ней бороться. Да, потому что, если вы вспомните последний абзац, то Владимир Владимирович Ленин высказал здоровый скептицизм по поводу того, что будет буржуазное правительство, временное правительство выполнять вот эти требования. Не будет оно выполнять. И не выполняло. И здесь то же самое. Понятно, что выполнять они не будут. Но люди должны видеть и знать, что помимо того, что предлагается сейчас, значит, что затянуть пояса, больше работать, да, меньше тратить, так сказать, всячески снижать свое потребление, вот, то, что, так сказать, увеличить пенсионный возраст, что еще нам предлагается. Реновация. Да, всячески. Вот все вот эти вещи, то есть, так сказать, переложить все проблемы, все тяготы, собственно говоря, на трудящихся, да, которые и так на 40% населения находятся за чертой бедности, по сути дела. Что есть этому альтернатива. Есть методы оздоровления экономики, есть ресурсы, откуда взять средства, в том числе для развития науки, для обороны, для здравоохранения, для образования. Деньги есть. Но они распределяются у нас государств таким образом, что идут на пользу не обществу, не людям, а идут, так сказать, определенные кучки людей, которые становятся все богаче и богаче, в то время как все остальные становятся беднее и беднее. И все это под крики о том, что, так сказать, что у нас кризис, что у нас вот санкции и так далее. И поэтому надо всячески ужиматься. Вот как надо рассматривать эти обращения. А взывать, так сказать, к льву, который пожирает тягненка, да, чтобы он это не делал, и перешел, стал питаться травкой, ну, дело совершенно бессмысленное. Рабочий класс должен сам бороться за свои интересы, никто за него это не сделает. Мы, интеллигенция, можем помочь, так сказать, осознать эти интересы, подсказать какие-то, может быть, варианты, так сказать, борьбы. И то в практической борьбе люди находят быстрее и вернее вот эти средства, как справиться сначала со своим работодателем, а потом и с государственным работодателем. Поэтому наша задача – помогать рабочему классу. Таким образом. А рабочий класс, когда возьмет власть в свои руки и разовьет производство, и сделает все остальное для того, чтобы все люди жили лучше. Ну, за исключением, конечно, кучки, так сказать, воров и негодяев, которые присвоили себе общественную собственность и теперь жируют за чужой счет. Спасибо. Дмитрий Павлович, вы все совершенно прорвали, но единственное, что все-таки есть интересы отдельных капиталистов, которых задача – нахапать здесь от производства, высосать производство, как тушку, да, полуку в муку высасывает, и построить себе дачу где-нибудь в Черногории, и там на ней жить. И есть интересы как раз капиталистов в целом, которые выражают руководители буржуазного государства. И вот как раз капиталистов в целом российских, он все-таки заключается и в том, чтобы вот сохранить в своей собственности нефть, там всякую газ, территорию России, на которую посматривают другие капиталисты. И для того, чтобы это сохранить в своей собственности, а не окончить дни где-нибудь в камере Гаагского трибунала, они вынуждены все-таки заботиться об обороноспособности, а обороноспособность ее не поднять без определенной науки, без определенного образования. Поэтому вообще говоря, если брать в целом класс капиталистов, то он вообще, говоря, в развитии России тоже заинтересован. То есть это не прогрессивный класс? Это не прогрессивный класс. Вы договорились для того, что прогрессивные силы... Нет, по-вашему, не заинтересован. Совсем не заинтересован в развитии России, как раз капиталистов. Что вы хотите сказать? Да я хочу сказать... Развитие России, развитие правоохранной промышленности, армии... Нас это не должно заботить. Нас это не должно заботить, но просто нам надо видеть, что есть все противоречиво. И нам противостоит не монолит, где вот буржуазия, как некий монолит, который заинтересован. Только вот вы видите, насколько противоречиво рабочее коммунистическое движение, сколько у нас всяких отщепенцев и придурков и так далее. Надо среди буржуазии тоже искать своих отщепенцев, а них там не может не быть. И среди самой верхушки буржуазии таковые могут быть в парне. Ну если только надеяться, что мы не надеемся, 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 надо, надеемся, надо не профинансировать. Нам сейчас, Денис Борисович, сколько денег нам не дай, мы никакой с вами революции не сделаем. Вот мы будем сидеть на этих деньгах, вот в этой комнате на мешках. Ну почему? Ну вы сделаете, рады, верю ваши способности. Я не сделаю, я уже старый, не энергичен. Вы не правы, потому что... А деньги по-вашему можно сделать все? Нет, не в этом дело. Значит, сейчас основная борьба идет, ну, так сказать, я не говорю об экономической борьбе, которая очень важна, но борьба идет за умы и сердца людей. А в этом очень важны средства массовой информации. Да, вот сейчас интернет, ну это, так сказать, это телевидение, это печать, это то, на то, что нужны средства. Поэтому, если среди господ-капиталистов найдутся, так сказать, такие люди, которые будут поддерживать рабочие движения и дадут денег на рабочую печать, я думаю, что это может быть прибыль. Это как-то очень боженым путем. Если они будут поддерживать рабочие движения и дадут там того, что Михаила Васильевича выпустят на Канар, скажем, на второй вместе с Семеном, то это, так сказать, будет одно дело. А насчет денег я не очень понимаю, и деньги сами по себе здесь ничего не решают. Я думаю, что вас не впустят на Канар, так сказать, своими идеями, на центральные, с любыми деньгами, это кац. Если не будет политической воли. Вот, ну а главное, конечно, и тут, я думаю, мы с Денисом Борисовичем полностью едины, что главное, спасение утопающих, своих утопающих, и, конечно, главное, прогрессивное, единственное, по большому счету, прогрессивное сила России, которая, так сказать, уже примыкает к другие, могут хоть из интеллигенции, могут хоть из красы буржуазии примкнуть, хоть из высшего государственного руководства страны могут примкнуть, но главное сила, единственное сила, это рабочий крас. Все остальное, как моменты. Это сила, а мозг, который? А и сила, и мозг. А мозг, это интеллигенты, но интеллигенты, не которые просто там, какие-то там красные, как помидоры коммунистичные, а интеллигенты, вставшие на позицию рабочего краса, выражающие интересы рабочего краса. То есть, это придаток к рабочему красу. В общем, мне кажется, нужно это воспринимать не так, что коммунисты и рабочие движения должны помогать капиталистам развивать капитализм или развивать капиталистическое промышленство. Производство. А не просто помогать, а требовать должны, чтобы они это развивали. То есть, это немножко другое уже восприятие сразу появляется. Вот я вот как я могу в своей организации еще сейчас. Ну и надо отчеркнуть, что это необходимо. Ну, во-первых, у нас же задача стоит улучшение жизни рабочих. То есть, здесь два пути. Во-первых, революционный, и во-вторых, до того, как произойдет революция. Это наша главная цель, потому что она решает, долгосрочно улучшает продолжение рабочих. А есть еще параллельно, параллельно, вот пока революция не произошла, это не значит, что нам нужно отказаться от иной борьбы за улучшение условий жизни рабочих, их труда. Соответственно, эти два процесса должны параллельно как бы идти. И революционный, и вот внутри буржуазного общества развивать буржуазное производство. И еще я хотел сказать, что в процессе вот этой борьбы за улучшение капиталистического производства, оно нужно еще и потому, что в процессе борьбы за улучшение капиталистического производства будет становиться рабочий класс, как класс для себя, он будет учиться бороться, а без этого не сделать революцию. Верите, я правильно вас понял, что борьба за развитие капиталистического производства, она есть борьба за главную производительную силу. Что главное в капиталистическом проекте? Что у нас? Главная производительная сила. Капиталистическое проекте, оно и порождает рабочий класс. Вот, главный рабочий класс. Рабочий класс, он думал сам о себе позаботиться, и развивать капиталистическое производство надо развивая рабочий класс. Да. Ну, а это производство. То, что капиталистическое, это приходящее, а производство, оно вечное. Да, но не только рабочий класс сам развивать, а и капиталистическую промышленность развивать. Ну, то есть, я хочу обратить внимание на то, что не надо отказываться от этой задачи, потому что вроде как капиталист продолжает этим заниматься. Но станки скидываться предлагаете? Нет, я не про то, что скитываться. Я слышал правду, что это дело капиталистов, заниматься развитием буржазной промышленности, буржазного производства. Но ведь это все противоречит реальному предназначению, если количество рабочих фабричных, оно снижается с каждым годом. Вот такие сведения. А у них такая статистика? Вот здесь у меня нет, у меня дома есть. Все, что, и здесь все снижается. В 1991 году у нас есть миллионы. Ну, по сравнению с 1991 годом. И сейчас каждым годом снижается. Ну, вот сейчас снижается. Активного снижения такого, как и было сейчас. Оно сначала шло, а сейчас снижается меньше, а это только до того времени, как в России начнется автоматизация. Да ну, это… А каким образом можно противостоять этой тенденции? Каким? Нет, я вот… Есть и самое главное средство – это сокращение рабочего дня. И что? Вместо сокращения рабочих мест, уменьшение рабочего времени. Если это работают две смены, я до обеда, а вот после обеда. Я буду работать еще в другой работе. Нет, а почему? Если у вас также зарплата будет. Но если деньги очень нужны, работайте. Вот вам будете ровно легче делать. И себя будут нужны. Чем будут нужны. Ужадно, тихо. Лучше… Потому что я сейчас езжу в Крым, потом закатиться на Канар, на Мальдивы, потом на Болин. Ну, это тоже так можно себя довести. Есть люди, которые на своих дачах себя до смерти загоняли. Это все из нужды. Вот, из нужды. Это самое. Но я могу сказать, что если несколько лет тому назад, скажем, в 7-8 часов утра и на Кольце было пусто, и в городе было пусто. То есть сейчас ТОП пойдет в 6 утра. С 6 утра, начиная от метро, с трамвая. И на Кольце уже по 8-го пробки. По крайней мере, были однозначно, пока ЗСД не ввели. Ну, как ЗСД ввели, тут полегче. Но все равно на Кольце уже пол 7-го уже густо. Это люди не в офисы едут. А куда? Ну, может есть и в офисы, которые... Но у нас есть пол 7-го. У нас есть по статистике рост производств, рост предприятий. Есть судостроение. Судостроение, кстати, довольно сильно нарастило выпуск. Да и вообще как-то... Нет, не выпуск. Именно количество и предприятий. Количество работающих на этих предприятиях. Я думаю, что... По статистике Росстата, количество именно фабрично-заводских рабочих снижается ежегодно до сих пор. Ну, вот это были интересные данные. Ну, я посмотрю, я думаю, и пришли. Потому что у меня чего-то такого нет такого ощущения, субъективно. Дело в том, что Росстат не дает нам, строго говоря, точные цифры именно рабочих. Они дают работающих, занятых в соответствующих отраслях. Поэтому, каким образом именно меняется структура занятости, мы однозначно сказать не можем. Ну, косвенно можем судить. Косвенно, да. Какого-то прослевается, если раньше тысяча человек в цеху работало, сейчас уже 50-х. То есть это вроде нефтекаловый капитал. Ну, вот там тоже самое написано, да. Но с тех пор прошло 150 лет, рабочий класс еще жив. И Макс точно так же пишет. Там, где работает сотни человек, сейчас стоят станки, вокруг которых там десяток детей бегает с метрами. И пыль подметает. И все. Так что это, все это. Тогда-то круче производительность труда расходить, чем сейчас, кстати. И люди стремительно освобождались. И вся Индия, как пишет Макс Беллера, костюми ручных ткачей, которые вымерли, когда пошли дешевые ткани машинные задания. Так что это. Потому что эти люди никуда не деваются, да. Они вынуждены, так сказать, откачевывать в сферу. Ну, самозанятость – это мечта нашего премьера. Они на кладбище деваются. Ну, не совсем так. Ну, у нас какая сейчас, по тому же Росстату, какая сейчас массовая самая у нас профессия? Водитель. У нас 5 миллионов водителей в стране. Ну, у нас же отряд, они, на фаворичном восток предтряда, они… Ну, естественно. Ну, это больше… Там разные специальности, да. Чем в России. Я говорю про Россию. Но в России… Нет, это больше, чем в России, я имею в виду, 17-го года. И в процентном… В России, кстати, было бы мастер российской инферии, там 170 миллионов. А отряд какой-то другой стал. А чем он другой-то? В психологии другая. А почему вы знаете о психологии того, как отряд? А вы почитаете, что писали про работу рабочих казанов полууголовной? Так вот, все-таки надо знать, чтобы… Плохие условия были? Почему плохие? Вот большевики как-то так сказать… Наиболее активные борцы – это были, в общем-то, высокооплачиваемые рабочие. Стравицкий оружейный завод, там рабочая… Путировский завод. Путировский, да. Нет. Так что, нет, это… Это все. Так, ну что, товарищи, может закругдимся, я пойду казенов просится. Да. Товарищи, есть… Если кто-то хочет еще что-то добавить… Мы все вопросы осветили. Ну, все не осветишь. У вас есть… Нет. Вот хотя бы из тех, которые у нас были о состоянии перспективы борьбы. Ну, я думаю, что об этом… Ну, об этом вы рассказали. Я думаю, что формат у нас получился близкий к круглому столу, хотя начинали вроде как традиционное семинарское занятие, но, тем не менее, получилась живая достаточно интересная дискуссия. Надеюсь, нашим зрителям тоже будет интересно. Благодарим всех, кто прислал ответы на вопросы. Мы ознакомились со всеми работами, и если не все мы могли сегодня осветить, то это именно связано с тем, что хотели, так сказать, действительно поддержать формат круглого стола и такую вот дискуссионную осуществить. Иван Михайлович. Спасибо за внимание, товарищи. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.